Христос воскресе! Слепорожденного, которое всегда читается в шестую неделю по Пасхе. Евангелие очень интересное, очень глубокое, и можно даже так сказать, если бы святой апостол Иоанн Богослов не оставил нам этого глубокого, подробнейшего изложения об этом чудесном исцелении, то, может быть, даже на одну главу меньше было бы его Евангелие. Очень глубокое. Давайте вместе задумаемся, и я очень надеюсь, что пища для глубокого размышления мы получим из этого повествования. Евангелие от Иоанна, 9 глава. «Проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения, ученики спросили его, «Рави, кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Смотрите, какое удивительное начало, и оно очень похоже и созвучно с повествованием в исцелении Расслабленного, о чем мы читаем у евангелиста Иоанна в 5 главе. Там тоже упоминается человек, и тоже упоминается купальня Силуамка в 9 главе, где мы вспоминаем исцеление слепорожденного, а возле купальни Силуам находился человек расслабленный, который 38 лет лежал. Там Спаситель к нему подошел, узнав, что он долго лежит, спросил, хочешь ли быть здоров, на что расслабленный говорит, да, Господи, то есть да, Господин, но я не имею человека, который помог бы мне опуститься в купальню, а когда я подхожу, уже другой прежде меня опускается и получает исцеление. И естественно для учеников Спасителя, для простосердечных апостолов, которые наблюдали, вникали, они могли здесь провести параллель. Там человек 38 лет лежит, здесь человек слепой от рождения сидит возле храма, просит подаяния. Значит, как бы по логике, если там человеку, который получил исцеление, Спаситель сказал, не греши больше, чтобы не сделалось с тобой чего хуже. Логика достаточно проста. Прямая связь между грехом и телесной болезнью. Поэтому здесь ученики совершенно естественно задаются вопросом, видят человека слепого от рождения. И спрашивают, Равик, кто же согрешил, он или его родители? Скорее всего, его родители согрешили, раз он уже родился слепым. Но Спасителям отвечает, что не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Вообще, из Священного Писания и Ветхого Завета мы знаем, что предведение Божие таким вот удивительным образом открывается. Ветхозаветный праотец Яков получил благословение Божие, еще находясь в утробе матери, а Исаф не получил благословения. Из повествования евангелиста Луки мы знаем, что святой Иоанн Предтеча, еще находясь в утробе своей матери, праведной Елизаветы, уже взыграл, когда она встретила пречистую и преблагословенную Деву Марию. Так и здесь Богу угодно было, чтобы над этим человеком явились дела Божии, и поэтому ему попущено было родиться слепым. Это тайна. Тайна для нас непостижимая. И вот что делает Господь далее? Отвечая своим ученикам, он говорит, «Мне должно делать дела пославшего у меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал бренье из плюновения, помазал бреньем глаза слепому и сказал, «Пойди умойся в купальне Силуам», что значит «посланный». Он пошел умылся и пришел зрячим». То есть, видите, и в пятой главе упоминается купальня Силуам, где находилось много страждущих. И здесь Господь направляет его в купальню Силуам. Казалось бы, Спаситель мог бы его просто исцелить, просто прикосновением руки и даже одним своим словом. Но здесь Господь действует немножечко прикровенно. «Когда он умылся и пришел зрячим, соседи, видевшие его, прежде что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыню? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорит, это я». Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал бренье, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди в купальне Силуам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему, «Кто, где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись его бывшего слепца фарисея. А была суббота, когда Иисус сделал бренье и отверз ему очи». Смотрите, какое удивительное развитие сюжета, скажем так. Человек получил исцеление. Сначала люди, которые видели его до этого слепым, просящей милости, недоумевают, он это или не он. Он свидетельствует, «Да, это я». Спрашивает, «Как у тебя открылись глаза?» И он спокойно свидетельствует, что человек, именуемый Иисус, естественно, он в начале Спасителя же не видел, только слышал, что ученики к нему обращаются, слышал, что зовут его Иисус, и послушно последовал его совету. Пошел, умылся. И тут же перед ним, ну, как новое творение, перед ним открылся весь этот прекрасный мир, который мы видим, привыкли, и отнюдь не благодарим Бога, не восхищаемся, что видим этот прекрасный тварный мир вокруг нас. И начинается вот этот допрос с пристрастием. Почему? Потому что Спаситель совершил это в субботу. И здесь вновь хочется, ваше внимание, дорогие друзья, обратить на пятую главу, где Спаситель исцелил человека, страждущего 38 лет, тоже в субботу. То есть Господь сознательно нарушает вот это закостеневшее представление о том, что в субботу вообще нельзя ничего делать. Дела Божии можно делать. Потому что в пятой главе мы тоже слышим, что было в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он, то есть исцеленный, 38 лет до сели лежавший, говорит, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. И вот спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Если человек, видевший Христа, слышавший, спаситель к нему подошел, он лежит в купальне силовом, он смотрит на него, он его видит. Конечно, он не знает, кто он. И даже получив исцеление, не потрудился хотя бы узнать имя своего исцелителя. Не пал к его ногам, не прославил его, как мы видим в повествованиях евангелистов о других чудесах. В частности, когда Господь исцелил десять прокаженных, то один вернулся, был самарянин, пал к его ногам и громко прославлял Бога. В повествовании о том, как Господь исцелил Годаринского бесноватого, мы знаем, что Годаринский бесноватый даже просил спасителя остаться с ним. А здесь человек до сели, лежавший тридцать восемь лет, даже не прославил, не поблагодарил спасителя. А что он сделал потом? Когда спаситель его встретил вновь и сказал ему, не греши больше, чтобы не сделалось с тобой чего хуже, то он тут же, опять мы видим, святой евангелист Иоанн Богослов очень подробно описывает, и если бы это было, он обязательно оставил бы нам это свидетельство. Если бы, увидев спасителя повторно, исцеленный, пал к его ногам поблагодарил, прославил, то это было бы зафиксировано. Нет, он проявляет жестокую неблагодарность. Человек сии пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Христос. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Вот посмотрите поступок человека, который 38 лет лежал без надежды на исцеление. Вот он получил исцеление, как поступает он. И посмотрите, дорогие друзья, как поступает человек слепой от рождения. Он не только проявляет удивительную духовную зрелость и духовную зрячесть, какую он проявляет еще глубокую веру и последовательность, какое мужество, достойное действительно серьезного осмысления и достойное подражание. Повели бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение отверзуемой очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на глаза мои, я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса, и была между ними расприя. То есть, даже среди фарисеев, как бы даже такое некоторое противостояние, разногласие по поводу явного чуда. Но это чудо произошло в субботу. И с точки зрения вот такого фарисейского осмысления мира и такой вот превратной религиозности, что в субботу вообще нельзя ничего делать. Они даже Бога хотят ограничивать в его всемогуществе, что в субботу даже Бог не имеет права ничего делать. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверст тебе очи. Он сказал, это пророк. То есть, обратите внимание, дорогие друзья, слепорожденный, мужественно свидетельствует, это пророк. Ну, пожалуй, большее, что он мог себе представить, да, что человек обладает некими… Ясно, что понимание, что Спаситель – это Сын Божий, вторая и поста Святой Троицы, на тот момент еще не было. Но самое высшее, самое почетное, что представление этого человека – это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым, как он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, но как теперь видит, не знаем. Или кто отверст ему очи, мы не знаем, сам в совершенных летах спросите и самого, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, то есть за Мессию, того отлучать от синагоги. Посему-то и родители его и сказали, он в совершенных летах самого спросите. Вот святой евангелист Иоанн как подробно нам все описывает, что читая, каждый внимательный человек как будто присутствует во время вот этого, так сказать, пристрастного диалога. Бедные родители, вместо радости, вместо счастья, вместо восторга от того, что их сыночек вернулся зрячим, они вынуждены теперь оправдываться перед власть придержащими фарисеями, потому что опасность быть отлученным от синагоги, потому что, да, произошло чудо с нашим сыном, но, оказывается, произошло не вовремя. И тот, который его истрелил, может быть, даже он кто-то не такой, поэтому они спешат ответить, что он в совершенных летах самого спросите. Вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Удивительно, святитель Иоанн Златоуст говорит, духовные слепцы говорят о Сыне Божием, что он грешник. Сами, будучи грешными, вот они свидетельствуют и с такой важностью, сначала как бы хотят, как бы мы современным языком сказали, дорогие друзья, как бы так вот немножко надавить на благочестие этого исцеленного, воздай сначала славу Богу. И вот с такой важностью говорят, мы точно знаем, мы эксперты, мы точно знаем, что тот человек грешный. Смотрите, как мудро отвечает этот и телесно, и духовно прозревший человек. Какое мужество. А это мужество, дорогие друзья, надо отдать должное, дорогого стоит в то время. Он сказал ему в ответ, грешник ли он, не знаю, однако знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отвертство и очи. То есть, они уже ответ знают, он им уже до этого ответил неоднократно. И родители за свидетельствиют, да, это наш сын. Но как он прозрел спросить у него. И вот он отвечает, я уже сказал вам, но вы не слушали. Что еще хотите услышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Это говорят те, которые Ветхозаветный закон знали почти наизусть. На восклиниках своих одежд писали цитаты из Торы, из Ветхозаветного закона. И вот они говорят, что мы даже не знаем, боятся даже имя Иисуса Христа упомянуть. С Моисеем говорил Бог, мы ученики Моисея, а этого даже не знаем. Смотрите, как мудро отвечает этот человек, который, безусловно, никакого богословского образования не имел. Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверст с моей очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века неслыханно, чтобы кто отверст в очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Вот обратите внимание, дорогие друзья, многие святые отцы церкви, которые оставили нам свои толкования на вот эту, в частности, на вот эту главу, святой ингалиста Иоанна, на вот это чудо исцеления слепорожденного, обращают внимание на то, как здесь мудро Господь по своему промыслу, по своей премудрости дал возможность этому человеку пройти через такое духовное испытание. Господь его исцелил. И вспомните самые первые слова, ответ спаситель ученикам, что не согрешил ни он, ни его родители, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. И вот дела Божии являются как многогранно. Сначала он получает телесное прозрение, затем он получает прозрение духовное и сподобляется стать именно последователем, учеником самого Спасителя. Он получает уже откровение о том, кто есть Сын Божий. Но до этого Господь попускает ему пройти через такое испытание своей веры. Уже после того, когда его выгнали, Иисус, услышав, что его выгнали вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал, верую Господи, и поклонился Ему. Еще раз хочется, дорогие друзья, кто из вас внимательно слушает, кому это интересно, провести опять параллель с пятой главой Евангелиста Иоанна, где говорилось об исцелении человека, 38 лет лежащего у купальни Силуам, которому Спаситель стал встать, возьми постель свою и ходи. Это тоже произошло в субботу. Не поблагодарил исцеленный своего исцелителя. И когда вновь Спаситель к нему подходит, ему говорит Спаситель такие слова, которые, ну, по крайней мере, в текстах Евангелия мы не находим больше нигде. Он подошел к нему и сказал, не греши больше, чтобы не сделалось с тобой чего хуже. Пожалуй, смотрите, никому больше таких слов Спаситель не говорил. Он и стрелял многих, и прокаженных, и одержимых, и различными болезнями страждущих, но никому Спаситель не подходил и так, ну, как бы специально, нарочито не говорил, больше не греши, чтобы не сделать с тобой чего хуже. А тому человеку сказал. Почему? А вернемся еще раз в девятой главе. Здесь Спаситель подходит вновь и спрашивает, веруешь ли ты в Сына Божия? И исцеленный, говорит, веруя в Господи и поклонился ему. Чему учат нас два вот этих, два этих евангельских повествования? В первую очередь тому, пишет святитель Григорий Палама, что надо учиться видеть благодеяние Божие и благодарить за них. Благодарный человек, святые отцы церкви говорят, благодарный человек вновь и вновь получает благодеяние Божие. Господь как бы преследует благодарного человека своими дарами, а неблагодарный раб теряет все. Заканчивается, это удивительное, назидательное евангельское повествование, такими словами. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели ему слепы?» Те же самые фарисеи, они тут были рядом, те самые, которые с пристрастием допрашивали этого исцеленного, вот они рядом. Они говорят, неужели ему слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то и не имели бы на себе греха. «Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Так заканчивается 9 глава святого евангелиста Иоанна. Давайте задумаемся над тем, сколько благоденней Божьих Господь в нашей жизни дарует нам. И будем учиться благодарности. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.